Итак, примерно в 7 часов утра по московскому времени небесное восстановление было завершено. Миллиарды фракталина занесены игроками в обелиске по всей системе. Я был не в восторге от ивента, но благодаря всем этим килочасам фарма мы получили испытание Осириса. Разработчики выложили трейлер и он же видок с комментариями, посвященный возвращению легендарного, не побоюсь сказать, главного режима из первой части. Я рекомендую посмотреть ролик от разработчиков целиком, но а сейчас давайте немного пробежимся кратко по той информации, что они нам рассказали и о том, что было добавлено в твиттере и комментариях. Итак, испытания Осириса возвращаются 13 марта. Как и раньше, режим стартует каждую пятницу в 8 часов по московскому времени и завершится с еженедельным ресетом во вторник. На протяжении этих нескольких дней стражи будут сражаться на арене за лучшее снаряжение. Разработчики подтвердили, что уровень силы будет иметь значение в испытаниях, примерно как сейчас в Железном Знамени. Так что наконец-то появилась реальная мотивация для пвпшеров запариваться за прокачку своего персонажа. Будут возвращены 3 карты из первой части. Коул Дрон, Котел, Эксодус Блу, Синий Исход и Аномалия. Банжи не уточнили, будут ли эти карты эксклюзивными для испытания Осириса, так что надо полагать, что они также окажутся в других плейлистах. Что касается карт, нет информации будет ли работать старая система еженедельной смены карты, как в первой части. Для тех, кто не в курсе, объясню. Испытания Осириса проходили на одной карте за одни выходные. То есть каждую пятницу вылетели в испытания, чекали какая там карта и играли на этой карте до ресета. Сохранится это или карты будут сменяться в каждом матче, узнаем наверняка уже только со стартом испытания Осириса. К слову, Коул Дрон одна из моих любимейших карт в Destiny 1, а Аномалия одна из ненавидимых. Идеальный баланс. Кстати о балансе. Разработчики заверяют, что очень внимательно отнеслись к тому, чтобы поработать над сэндбоксом и отладить весь баланс и мету оружия. Надеюсь, что это и правда так. Да, каждый из нас надеется, но идеального баланса не бывает. И в первой не было. Будет новая мета, будут ролять 3-4 пушки, но вопрос лишь какие. Но вопрос лишь какие. Напиши в комментариях, с чем ты отправишься в испытания Осириса в первый вечер. Кстати о снаряжении. Будет возвращен оригинальный набор брони из испытаний Осириса. На этом моменте у меня прям комок в горле встал, как у деда. Один из самых красивых сетов теперь и в Destiny 2. Кроме того, Банжи рассказали, что после того, как вы возьмете безупречную победу и закроете испытания, броня начнет светиться, чтобы все знали, ты закрыл Осирис на этой неделе. Кроме того, что нам показали в видоке, Люк Смит подтвердил в твиттере, что матчмейкинг в испытаниях Осириса будет зависеть от вашего местоположения и карточки испытаний. То есть будут учитываться два ключевых параметра. Качество связи с оппонентом и его прогресс на билете. Например, если вы находитесь в одной победе от посещения маяка, то вам попадутся игроки, которые в аналогичной ситуации. Если вы только начали играть в свой билет, то вам попадутся игроки, которые также только стартовали испытания. И предпочтительно из вашего города, ну или хотя бы страны. Кстати, подробнее о билете, да и о режиме в целом, я уже рассказывал на канале, вот в этом видео. Обязательно посмотри его сейчас, чтобы шарить, что такое испытание. Ну и кстати, комментировать все матчи будет Сейнт-14, так что крики с акцентом есть. Я очень взволнован грядущими испытаниями, даже какая-то каша в голове. Я слишком сильно любил и ненавидел этот режим в первой части, чтобы объективно судить о том, хорошо или плохо, что он вернется. Я лишь надеюсь, что Банжи, пожалуйста, исправьте всю эту херню с читерами и регой в пвп к испытаниям. Я готов играть против пайков еще сезон, но только если бы были убраны читаки и прочая грязь из игры, особенно на ПК. Спасибо за просмотр, Страж. Счастливо и еще плюс два домаяка с опытом. Страж.